В процессе использования iPhone часто возникает впечатление, что iPhone не включается, постоянно горит яблоко. В ситуации, из-за которой мы не можем нормально использовать iPhone. Я научу вас трем способом легко решить эту проблему зависания iPhone на экране с яблоком. Сначала подключаем устройство к компьютеру. Первое, что я рекомендую, это RayBoot. Из интерфейса видно, что у этой программы много функций. Эта программа может исправить многие системные проблемы iOS. При выполнении стандартного ремонта, программа распознает модель вашего телефона. Затем загрузите соответствующий пакет прошивки. Если вы загружаете пакет прошивки, вы также можете импортировать его напрямую, что может сэкономить время. Стандартная функция восстановления RayBoot может исправить сотни системных проблем в iOS. И способна не только на это. Процедура не приведет к потере данных. Процесс восстановления займет несколько минут. Дождитесь завершения ремонта и телефон снова запустится. Давайте посмотрим. Проблема с тем, что белый логотип айфона продолжает мигать и высвечивался черный экран решена. При этом данные в телефоне остались нетронутыми. Все прошло очень безопасно и быстро. Не забудьте подписаться на наш канал. Далее у нас есть два способа решить вашу проблему. Второй способ, который мы рекомендуем, это iTunes. Когда мы открываем iTunes, он автоматически распознает состояние нашего устройства. И затем дает решение для проблемы. Если iTunes не может распознать ваше устройство, мы предоставим ссылку на видео под описанием, чтобы решить эту проблему. Если вы воспользуетесь iTunes для ремонта своего iPhone, ваши данные будут удалены. Это одна из причин, почему мне не очень нравится этот метод. Кроме того, загрузка микропрограммы iTunes занимает больше времени и вы не можете импортировать загруженную микропрограмму. Третий метод. Мы используем одну клавишу Rayboot для входа в режим восстановления. Этот способ очень простой, но не на все 100% подходит. Сначала мы переводим устройство в режим восстановления. А затем с помощью одной клавиши Rayboot выходим из режима восстановления. И вы можете обнаружить, что ваш iPhone вернулся к нормальному состоянию. Разве это не просто? Большое спасибо за просмотр. А в то же время, если у вас есть другие проблемы с телефоном, вы также можете оставить сообщение в области комментариев, чтобы сообщить мне об этом. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok